Клинический кругозор Особенно часто Итак, реальная практика Наш пациент 44 лет Из хронических заболеваний Гнойный периодонтит По профессии арт-директор Для своего работы Использует табакокурение и иногда канабиоиды Постоянной терапии у пациента нет Находится в длительном состоянии развода То есть в хроническом стрессе К этому слайду Мы будем возвращаться неоднократно Поэтому позвольте его прокомментировать Даты наблюдения Жалобы пациента Диагнозы на разных этапах Место, где проводилось обследование Ну и терапия Итак, поступает он к нам В 122-ю клиническую больницу города Санкт-Петербурга В июне месяце А анамнез считает себя больным с сентября Когда у пациента Появляются боли в горле Незначительный кашель Самостоятельно он принимает какие-то антибиотики Обращает внимание, что у него появилась какая-то сыпь Повышается температура тела Он решает все-таки обратиться к медикам С диагнозом псевдотуберкулез Направляется в нашу инфекционную больницу имени Боткина В больнице Боткина фиксируется какая-то пятнистопопулезная сыпь Появляются боли в суставах Лабораторно на момент поступления в больницу Боткина Эти анализы будут показаны позже Лейкоцитоз и нитрофилез И начинается обследование Пациенту проводят комплексные многокомпонентные обследования Включая ВИЧ, онкомаркеры, туберкулез В общем, все, что можно придумать И все показатели отрицательны Диагноз не получается Из обследований К сожалению, у нас только выписная справка Снимков никаких не было При рентгенографии обращает на себя внимание Расширенная тень средостения В том числе нет снимков МСКТ Грудной и брюшной полости Но зато у нас есть подробное описание у специалистов А именно, выявляется Лимфоаденопатия средостения и брюшной полости Гепатоспленомегалия И дифференциальный диагноз Все выставляют лимфопролиферативные заболевания Неопластический процесс Пациенту показано наблюдение до обследования Пациент, несмотря на такие находки Получает всего лишь антибактериальную терапию Нестероидные противовоспалительные Ему становится лучше Температура нормализуется Все жалобы регрессируют И с диагнозом Лимфопролиферативное заболевание не уточненное С рекомендацией решения вопроса о видеотеракоскопии Пациент выписывается из стационара Дальше пациента ничего не беспокоит И появляется он в поле зрения врачей Только в феврале 2016 года Без жалоб пациент приходит Для выполнения видеоторакоскопии Получения биопсии В наш университет имени Павла Вероятно, на этом этапе теряются снимки Зато появляется гистологическое заключение По данным которого Лимфоузлы с гиперплазией С синусным гистеоцитозом Скопление кониофагов В которых также определяются Мелкие гранулемы саркоидного типа Исследуем материал участок легкого Где также описывается Много всего В том числе Суплевральное скопление гранулем Состоящих из крупных гистеоцитов Эпилеоидных гигантских многоядерных клеток Лимфоцитов Необходимо исключить саркоидоз И с диагнозом саркоидоз Пациент опять никуда не идет Нигде не наблюдается До июня 2016 года Вот такой пациент Естественно в пятницу вечером Поступает в клиническую больницу Номер 122 Вот он представлен на слайде На вот этих слайдах представлена сыпь Не знаю, насколько одна видна Конечно, мы ее обнаружили далеко не сразу Это мелкая пятнистая сыпь Лососевого цвета Она немножко более яркой становилась На фоне высокой лихорадки И блеклела, когда температура тела нормализовалась На момент поступления Здесь представлены больницы Боткина Результаты, а вот они наши Ликоцитоз выраженный Нитрофилез выраженный К сожалению, не входит в слайд Огромное СОИ 50 Почему-то не видно Из биохимических анализов ЦРБ 194 Другие показатели примерно нормальные Фибриноген 10 К этому слайду тоже он будет много дублироваться Итак, пневмония Лимфопролиферативное заболевание Дежурной службой назначается Антибактериальная терапия Таваник И чуть-чуть дексаметазона Так как температура 38,8 Пациент получает лечение В первые сутки отмечает улучшение состояния Температуру не измеряет Но к понедельнику, 27 июня У него картина меняется Лихорадка 38 Ведущим становятся боли в горле Причем они односторонние Больше справа Прямо симметрия лица определяется Естественно, у пациента с не санированной ротовой полостью Обращаем свое внимание на именно Лимфоузлы Осматривает пациента Челюстно-лицевой хирург Осматривает Выполняется УЗИ Подтверждается наличие лимфоузлов Но не так, чтобы больших Никаких образований нет Изменяем антибактериальную терапию На следующий день в клинической картине Появляются герпетические высыпания Оппортунистическое заболевание К терапии Вальтрекс Выполняем ларингоскопию Данных за генерализованный герпес Не получаем Продолжаем обследовать Пациент у нас лихорадит гастроскопия Эхокардиография без вегетации Выполняем то самое дентальное КТ Никаких очагов в челюстях не обнаруживаем И к этому моменту уже Боли в горле становятся симметричны А к этому моменту ведущим Появляются боли в суставах и миалгия При этом сохраняется лихорадка Которая очень интересная Она появляется в одно и то же время 5-6 часов вечера Получаем отрицательный ВИЧ И, к сожалению, по телефону нам сообщают Грамм плюс флора из гемокультуры Собирается консилиум Который ставит диагноз сепсис Назначает зивокс И назначает обследование Ликоцитоз еще выше Но тут был дексаметазон Соя-53 Острофазовые белки здесь ЦРБ уже 200 Антитела к вирусу Бштейна-Бара отрицательные Но здесь вот высокий титр Значит, четвертого Это следующий понедельник Выполняем компьютерную томографию Легких брюшной полости шеи Вот тот самый Грамм плюс высев Оказался эпидермальным стафилококком Абсолютно чувствительным И все остальные посевы Которые брались многократно Больше никакой флоры не высевают Не выявляется То есть диагноз сепсис Становится сомнительным Выполняются и появляются Компьютерные томографии Органов грудной клетки КТ было выполнено И при поступлении Я забыла об этом упомянуть И там не было данных Ни за пневмонию Ни за лимфоденопатию Поэтому так долго Вот до снимков Вторые снимки подтверждают Что никаких изменений здесь нет Единичные лимфатические узлы Средостения Лимфоденопатия шеи При компьютерной томографии Органов брюшной полости Лимфоузлы также не увеличены Никаких патологических образований нет Идем дальше Получаем отрицательные Ревматологические пробы И вот уже в этот момент У нас встает вопрос О синдроме стила Мы берем ферритин И уровень ферритина 1650 Пятикратное увеличение Критериально Диагноз синдрома стила Ставится критериально Критерии могучи Лихорадка Есть артерология Есть типичная сыпь Я показывала Есть лейкоцитоз Есть боли в горле Есть лимфоденопатия Ну не очень Но есть Нарушение функции печени У нас только на фоне антибиотиков Отрицательные ревматологические пробы Вроде это все исключили Выставляем диагноз Критериально Диагноз синдрома Болезнь стила Пациент у нас по страховой компании В этот момент Даем ему гормоны Два дня Получаем положительную клиническую динамику И он уезжает В ревматологический стационар Где также проводится консилиум И наш диагноз болезни стила Подтверждают Теперь Что же такое болезнь стила Я напомню или расскажу Это мультисистемные воспалительные заболевания Неизвестной природы Ведущими симптомами Которые являются Поражение суставов Лихорадка Кожная сыпь И нитрофильный ликоцитоз При исключении При нормальных показателях Ревматоидного фактора И АЦЦП Георг Стил Описал это у детей 12 случаев Спустя какое-то время Этому симптому комплексу Присвоили его фамилию А дальше уже описали Этот синдром и для взрослых Встречаемость Один-два человека на сто тысяч Мужчины и женщины Примерно одинаковы Пики заболеваемости Молодой возраст И средний возраст В который попадает наш пациент Этиология неизвестная Инфекционная Вирусная Аутовоспалительные заболевания С избыточным синтезом Провоспалительных цитокинов Но патогенез Заключается именно В цитокиновом взрыве Который может долго персистировать И поддерживать воспаление Лихорадка Классическая клиническая триада Считается лихорадка Септико-гиптического типа С вот этими пиками Про которые я говорила Она характеризуется Очень быстрым подъемом До 4 градуса В течение двух часов Типичная сыпь Не знаю, насколько видно Но она типичная Называется это Лососевого цвета Мышечно-скелетные синдромы Миалгии в начале заболевания Дальше присоединяются Артерология И вот симметричное поражение Запясно-фаланговых суставов Является тоже Патогномоничным Именно для синдрома стил И встречается редко При других ревматологических заболеваниях Как написано в литературе На этом слайде Представлены другие симптомы И вот если боли в горле По мнению ряда авторов Ну вот такой процент имеют То во всех отдельных Клинических случаях Которыми я встретилась Везде были боли в горле Ферритин Маркер заболевания Не очень специфичны Потому что он также превышается При гемохроматозе Гемобластозах И тому подобных Но существует еще фракция Гликозилированной ферритин Он считается более Патогномоничным Но выполняют его далеко-далеко Очень-очень редко точнее Диагностические критерии Ну с Ямогучим Мы уже знакомились Вторые критерии Практически все то же самое Только вот она Фракция гликозилированного ферритина И варианты течения Ну думаю, что моноциклические Варианты Когда лихорадки и сыпь Самостоятельно проходят Вообще крайне редко попадают В такой диагноз Суставная хроническая форма Тоже думаю, что пациенты Долго ходят Чтобы им такой диагноз поставили Ну а полициклическая Когда возвратная лихорадка С суставным синдромом Вот это те случаи Которые выявляются Который встретился и у нас На лечении точно останавливаться не буду Это удел ревматологов Теперь дифференциальный диагноз Итак, конкретно у нашего пациента Мы исключили инфекционный процесс Мы исключили злокачественный процесс Во всяком случае От момента первого обращения До момента попадания к нам в стационар Никакой прогрессии Придумать себе заболевание Чтобы оно не прогрессировало А наоборот регрессировало Достаточно сложно Мы не выявили никаких системных заболеваний Но вот о взаимоотношении Синдрома Стилла Болезни Стилла С циркоидозом Я думаю Необходимо дальнейшее наблюдение Этого пациента И осмотр в динамике Спасибо за внимание Продолжение следует...